Подожжу мой пуховик! Да, я все время торможу абборт. Абборт головой. Ой, кажется мне дают сосисочки. Территория спорта день за днем представляет серию роликов о петербургских катках. Их будут тестировать наши корреспонденты. Знакомьтесь, это Соня, мастер спорта по фигурному катанию. До ухода в журналистику тренировала детей. А это Аня. Стоит на коньках раз в три года, но непрочно учится прыгать аксель. Хотя бы один арт. Аня и Соня будут оценивать катки по пятибалльной шкале по шести критериям. Первый. Транспортная доступность. Второй. Качество арендуемых коньков. Третий. Качество льда. Четвертый. Загруженность катка. Пятый. Дополнительные услуги. И шестой. Внешний вид катка. Всем привет! Сейчас мы находимся возле станции метро «Обводный канал». А все почему? Потому что мы идем на каток в планетарий номер один. Наш путь составит примерно 15 минут. Ну что, в путь? Let's go! Мы прошли половину пути и, если честно, уже очень замерзли. Надо двигаться быстрее, чтобы согреться в спорте. Let's go! Я уже надела коньки. Теперь самое время сдать вещи на хранение. Обувь и сумки можно оставить на специальных полочках. Пойдемте это сделаем. Транспортную доступность катка в планетарии номер один мы оценим в 4 балла, потому что он находится не близко к метро. И в такую ветреную погоду идти вдоль обводного канала не совсем приятно. Мы пошли кататься. Точнее, мы с Аней улетаем в космос. Как говорил Гагарин, поехали! Давайте оценим качество коньков. Думаю, к пятому выпуску-то я могу более-менее компетентно их оценить. На самом деле, эти коньки мне очень нравятся. С одной стороны, они очень хорошо держат ногу, но при этом довольно мягкие. Поэтому я ощущаю себя так, как будто я просто в каких-то ботиночках катаюсь, а не в коньках. Поэтому качество коньков мы оценим в 5 баллов. Оценим качество льда на катке в планетарии номер один. Лед здесь потрясающий, никаких нареканий у меня нет. Конек катится отлично, лед залит хорошо. Конечно, я ставлю ему 5 баллов. Сегодня на улице потрясающая погода. Пошел снег крупными хлопьями. Ну, конечно, кататься в такой атмосфере намного романтичнее. Так что, парни, не спите, зовите своих девушек на свидания в такие потрясающие места. Им точно понравится. Давайте оценим загруженность катка. Он небольшой, но это камерное место. Поэтому здесь есть посетители, и они довольны, но их не очень много. Следовательно, никто ни с кем не сталкивается. Все катаются довольно свободно. И я поставлю этому аспекту 5 баллов. У нас уже пятый выпуск, но я до сих пор не научила Аню тормозить. Да, я все время торможу об борт. Об борт головой. Самое время это исправить и научиться тормозить правильно. Для этого нам нужно подъехать к борту. Все-таки я частично делала правильно, да? Да. Итак, ставим ручки на борт. Ага. И теперь пытаемся одним конечком шкрябать лед. Аня. Не получается. Больше усилий прилагай. В конечном итоге у тебя должна получиться вот такая кучка снега. И у меня она есть. Не такая большая, как у тебя, конечно. Сделали 10 торможений одной ножкой. Потом перенесли вес тела на левую ножку. И продолжаем делать с другой стороны то же самое. Ой, ну слушай, правой ногой у меня получается гораздо лучше. Давайте покажу вам, как нужно делать это на скорости. Разгоняемся. Набираем хорошенько ход. Набираем скорость. Надавливаем на левую ножку и тормозим. От конька должен отлететь след. Если говорить про красоту катка, то обязательно нужно отметить огромную луну, которая располагается в центре. Я чувствую себя незнайкой на луне. По периметру всего катка расположены огоньки, лампочки. Иллюминация на арене прекрасная. На территории катка есть несколько поленец. Хочется сделать из них буратино или пойти разжечь костер. Мы упомянули уже все сказки. И незнайку на луне, и буратино. Это неспроста. Каток ведь действительно очень сказочный. На катке в планетарии у нас есть удивительная опция. Погреть руки возле открытого костра. Где вы такое еще можете встретить? Ну, конечно, этот аспект красоту катка. Я оцениваю в 5 баллов. Здесь потрясающе красиво. Подожжем мой пуховист. В этот момент я вам завидую. Хочу быть на вашем месте. Я тоже хочу сосисочек. Ой, кажется, мне дают сосисочки. Спасибо большое. О, ну все, теперь я, как говорится, счастлива. Нет, счастливее меня на свете, ведь я жарю сосисоны. А я-то осталась голодная, Аня. А тут две штучки, я с тобой поделюсь. Давайте оценим дополнительные услуги. На катке нет помощников фигуристов, но зато здесь есть очень уютное, как вы видите, кафе, где можно купить глинтвейн и какао, а также здесь есть инструкторы. Поэтому мы не будем слишком строгими и поставим этому критерию 4 балла. Не видно. 4 балла. Пис. Ой, я все еще торможу в борт. Кажется, меня плохо учили. Кому здесь претензии? Каток у нас сегодня космический. А я, кстати, умею делать лунную походку. Я тоже умею делать лунную походку, правда без коньков. После посещения катка вы можете сходить в планетарий и продолжить погружаться в космическую атмосферу. Самое время пофотографироваться в лодке викингов. Сыыы! Я повторяю элементы нашей прошлой тренировки. Главное не вылететь за предел. 6-0, 6-0, она молодец. Уааа. Ари, тебе понравился каток? Да, очень здорово. Да, мне тоже очень понравилось наше сегодняшнее времяпрепровождение. К катку у планетария номер один мы ставим 5 баллов. Олени. Подписывайтесь на наш канал «Спорт день за днем». Ставьте лайки и увидимся в следующих роликах. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Пока! Субтитры сделал DimaTorzok